МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Бумажная волокида, дополнительные нагрузки и отсутствие уважения в обществе. Таково сегодняшнее положение педагогов. В карагандинских школах отмечается нехватка учителей. Государственно-частное партнерство в Карагандинской области помогает решать проблемы в социальной сфере и при этом экономить бюджетные деньги. Глава региона Ерлан Кушанов принял участие в открытии нового детского сада. Самый экологически чистый, но самый ли безопасный? Аким Карагандин и Урлан Обакиров вместе с журналистами стал первым пассажиром первого в городе электрического автобуса. В школах Караганды не хватает учителей. Молодые специалисты отказываются работать за мизерную зарплату. Поэтому вышедшие на пенсию педагоги вынуждены возвращаться к работе. Сотрудники управления образования попросили вернуться уже более 400 педагогов. Мирамгуль Салкимбаева с подробностями. Екатерина Стрыбань – выпускница Карагандинского государственного университета по образованию учитель математики. Вообще образовательную школу устроилась совсем недавно и уже столкнулась с различными трудностями. Молодой педагог уверяет, что работа в школе не стоит тех денег, которые платит государство. А вот учитель Мария Скокова большую часть своей жизни посвятила преподаванию в школе. В прошлом году вышла на пенсию, но насладиться заслуженным отдыхом так и не успела. Директор школы гимназии номер 38 попросила вернуться, так как молодые специалисты данного учебного заведения массово покидают свою работу. Где-то мы, может быть, не совсем понимаем молодежные проблемы, вот эти новые взгляды. Но по-вашему почему не приходят молодежи? Молодежь не приходит, но, во-первых, очень большой объем работы, и это тривиально, за этот очень большой объем работы зарплата оставляет желать лучшего. Это раз. И потом учителям же невозможно перестать быть, потому что ты, если учитель, ты классный руководитель, ты работаешь 24 часа в сутки. В управлении образования с острой проблемой нехватки молодых учителей знакомы. Однако сделать пока с этим ничего не могут. Молодые педагоги не хотят работать по профессии из-за низкой зарплаты. Чиновник отметила, что финансовый вопрос, в особенности для специалистов, сегодня стоит на первом месте. Да, обязательно в порядке, согласно договору, они будут должны отработать пять лет по своей специальности. Ну и это тоже своего рода поддержка. В основном мы будем стараться, конечно, поддерживать ту молодежь, которая изъявит желание работать в сельских регионах. Однако чиновники уверяют, что по сравнению с прошлым годом количество педагогов в регионе увеличилось. Сейчас в Карагандинской области работают около 19 тысяч учителей. Если смотреть по возрастному составу, что свыше 60 лет составляют только 5% из этого числа. В свою очередь сотрудники областного управления образования каждый год обращаются в министерство с просьбой повысить статус педагогов. Но пока все тщетно. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области государственно-частное партнерство помогает решать проблемы в социальной сфере и при этом экономить бюджетные средства. В Пришахтинске открылся новый детский сад. С работой дошкольного учреждения ознакомился Аким Карагандинской области, Ирлан Кушанов. Детский сад «Одарешка», что в 23-м микрорайоне Караганды, стал уже четвертым, который открыла карагандинский предприниматель Гульнар Смаилова. Учредители отмечают, что дошкольные учреждения она открывает в тех районах, где наблюдается наибольшая потребность. В 2015 году было открыто 4 частных детских сада на тысячи мест, где размещается государственный заказ. В 2016-м предприниматели открыли уже 10 дошкольных учреждений на 1266 мест. В этом году в городе прибавилось 19 частных детских садов, одним из которых и стал «Одарешка». Нам, бизнесменам, вдохнуть, потому что мы почувствовали, что к нам вернулись лицом, и мы увидели такую поддержку и количество таких бизнесменов. То есть мы смотрим, что оно увеличилось, резко увеличилось количество детских садов. В этом году уже 19, это 20-е, да? Это 19-е, 19-е, 23-е, 23-е у нас, это в районе только. Да, и второе, то, что для родителей это мощная поддержка. Это третий детский сад по программе государственного частного партнерства. Мы подписали здесь договор уже с руководством города на 20 лет предоставления государственного заказа. Это будет государственная поддержка со стороны города Караганды и области. В новом детском саду уже размещен государственный заказ на 360 мест. Оплата составит 11 тысяч тенге, так же, как и в государственных детских садах. Глава региона Герлан Кушанов отметил, что в Карагандинской области вопрос нехватка мест в детских садах будет решен уже в следующем, в 2018 году. И все благодаря государственно-частному партнерству. Андрей Тен, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Аким Карагандинская область и Ирлан Кушанов поручил подчиненным круглосуточно следить за работой теплостанции. На очередном аппаратном совещании в областной администрации обсудили прохождение отопительного сезона, а также зимнее содержание автомобильных дорог. Темиртауские теплостанции Каргресс-1 и ТЭЦ-2 получили паспорта готовности к отопительному сезону. Ситуация с отоплением в городе Металургов сегодня под пристальным вниманием областных властей. Практически на каждом аппаратном совещании идет речь о работе станции ТЭЦ-2. 17 ноября Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов лично выезжал на станцию. На встрече обсуждался план модернизации теплоэнергоцентрали. Руководство компании также информировало о планах ремонтных работ на следующий год. На сегодняшний день завершен капитальный ремонт котла номер 6. По ТЭЦ-2 в прошлый раз запустили, потом остановили, опять свечи появились? 23 числа ТЭЦ-6 запустили, он работал на 150 тонн пара, выдавал в час, как бы не на полную мощность. Есть проблемы по дымососам, по подшипникам. И вот буквально ночью мы его остановили со свечом на экране. До вечера его сделаем. Еще какие проблемы могут появиться-то? Ну, пока, думаю, сейчас он должен выработать, наработаться, притереться. И я думаю, что к первому числу он нас должен уже нормально выдавать. Потому что там все эти подшипники, они сейчас там их пересматривают, узлы перетягивают. Все моменты, которые были. В ходе капремонта подшипники не меняли? Не, меняли, меняли. Вот они дали, там где-то биение пошло. Поэтому вот у нас на полную мощность не могли работать. Сейчас буквально они, ну, вчера ночью остановились, свеч на экране. И заодно эти все дефекты отремонтируют. К ночи запустим, его под давлением проверим, как она будет. И уже будем запускаться. Шестеротелл ежедневно на вашем контроле должен быть? Обязательно, обязательно. Мы там находимся постоянно, Иван Жканович. На аппаратном совещании затронули также тему зимнего содержания автомобильных дорог. Чиновники отчитались, что обстановка стабильная, техники хватает, проблем нет. Обстановка стабильная. Вчера прошли дожди в Балхашском регионе и в Жизганском регионе. Небольшие головодные явления были, обработали противоголовные материалы. А так в других регионах обстановка стабильная. Глава региона отметил, что в декабре ожидается много праздничных дней. Но это означает усиленную работу всех государственных органов. От полиции для охраны общественного порядка до различных управлений для стабильной работы жилищно-коммунальной сферы. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. До конца ноября экологически безопасный электрический автобус начнет перевозить пассажиров в Караганде. Первым пассажиром стал градоначальник Нурлана Убакиров. Вместе с журналистами он проехал на первом в Караганде электробусе. Первый карагандинский электробус вышел на маршрут. Новый пассажирский транспорт проходит стадию тестирования. По улицам он ездит уже несколько дней, причем вместе с пассажирами. Среди первых пассажиров Аким Караганды Нурлан Аубакиров, руководство автопарка и предприятия изготовителя и журналисты. Здесь же в салоне во время движения организовалась импровизированная пресс-конференция. Градоначальник сообщил, что электробус будет тестироваться до конца декабря, чтобы проверить машину во время зимних морозов. Градоначальник назвал несколько существенных преимуществ, главный из которых – отсутствие топлива. И здесь в чем преимущество? Преимущество в том, что, во-первых, понимаете, это экология, а во-вторых, это экономичность, то есть не используется дизтопливо, а используется зарядка электричества. То есть, соответственно, это большая экономия и возможность нами в дальнейшем регулировать уже тариф. То есть, что сегодня ставится во главу угла, что растет стоимость топлива. Это ни для кого не секрет, а оно является существенной частью себестоимости проезда. Следовательно, мы либо должны увеличивать стоимость проезда, либо увеличивать количество субсидий, которые должны выплачивать автопаркам. Поэтому, для того, чтобы этого не было, мы вот смотрим и несколько вариантов подразумеваем и видим, что именно по электроавтобусам это будущее. Среди пассажиров и представитель компании-производителя он отметил, что в машине используется аккумулятор, произведенный по инновационным технологиям. Мы на сегодняшний день предлагаем инновационную разработку. Это титанат-литиевая батарея. То есть, всем известно, например, широко разрекламированная Тесла, где используется обычная литий-ионная батарея. То есть, почему здесь мы используем титанат-литиевая батарея, которая была изобретена не так давно, по меркам промышленного производства. То есть, первое – это устойчивость к морозам. Мы можем в широком диапазоне температур работать до минус 50. А вот те самые инновационные аккумуляторные батареи. Одна зарядка электробуса длится 8-10 минут. Этого хватает на 70 километров пути. Тяговые батареи титана-литиевые компании «Майкроваст». Заряжаются они, как на обычной заправке. То есть, пистолет вставляется, включается зарядное устройство, и все, на дисплее отображается процент зарядки. Когда 100% достигает, она автоматически отключается. Все, пистолет ты убираешь, закрываешь все и едешь дальше. Одно зарядное устройство уже установили на автостанции «Майкудука». Второе установят в 30-м микрорайоне Юго-Востока. Новый электробус под названием «Квазар» начали выпускать в конце прошлого года в Казахстане на базе китайской модели «Хайгер». Производители уже заключили контракт с пассажироперевозчиками «Тараза». Ведутся переговоры с транспортными компаниями стран СНГ. В целом, поездка прошла успешно. Глава города Нурлана Убакиров высоко оценил достоинства электробуса. Вот только в Караганде уместнее будет автобус большей вместимости. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге между Карагандой и поселком Дубовка. 27 ноября около полудня водитель автомашины Киа Рио допустил столкновение с Тойотой. К счастью, обошлось без жертв. На этих видеокадрах запечатлена белая иномарка Кио Рио, смятая, словно консервная банка. Несмотря на жуткие последствия, обошлось без жертв. Водитель Киа, 34-летняя женщина, госпитализирована в больницу. По сведениям полиции, именно она, совершая обгон, допустила столкновение с автомашиной Тойота РФ4. 40-летнему водителю Тойоты медицинская помощь оказана на месте. Водитель автомашины Киа Рио, 34-летняя водитель автомашины Киа Рио, по предварительным данным, при совершении маневр, выехав на полу встречного движения, совершил столкновение с автомашином Тойота РФ4 под управлением 40-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Киа Рио доставлен в медицинское учреждение, а водителю РФ4 оказана медицинская помощь без госпитализации. На сегодняшний день по данному факту назначены соответствующие экспертизы. Проводится досудебное расследование по статье 345, часть 1-го уголовного фодекса Республики Казахстан. В реанимации скончался 14-летний подросток. 17 ноября получил обширные ожоги, пытаясь сделать селфи на крыше грузового вагона. Как сообщает областное управление здравоохранения, у подростка было обожжено 63% тела. Второй мальчик получил незначительные ожоги и уже выписан из больницы. Напомним, на путях железнодорожной станции Караганда-Пассажирская два 14-летних подростка залезли на крышу вагона и были поражены электрическим током. Охрана железнодорожной станции незамедлительно вызвала врачей. К другим новостям. В Караганде обсудили новые технологии 3D-протезирования. В Управлении координации занятости и социальных программ представили протезы, изготовленные по новым технологиям. Мероприятие объединило представителей неправительственных организаций инвалидов, специалистов медико-социальной экспертизы и сотрудников отделов занятости и социальных программ города. Участники круглого стола обсудили новейшие технологии в протезировании и их внедрение. Представители объединения инвалидов ознакомились с современным протезом и высказали свои замечания. Я могу сказать, как я хожу на протезе с 89-го года. При отеке идет отек на культюм. Идеваться некуда в жестком пластике. И начинаются те же натирания, культрины, культрины. Следует отметить, что протезы нового поколения просты в использовании. Это существенно облегчает жизнь людей с ограниченными возможностями. Пока проект находится на стадии разработки. Однако уже в следующем году инвалиды смогут опробовать новейшие протезы в деле. Услуги по протезно-ортопедической помощи центрам оказываются в рамках реализации государственного задания посредством заключения договора с Министерством труда и социальной защиты населения. Сейчас вот сегодня к нам прибыл в область заместитель председателя Республиканского научно-практического центра, заместитель директора. И он ознакомил о новых современных технологиях 3D протезирования. Это протезы очень облегченные, легкие на каждодневном применении. И за счет средств республиканского бюджета в этом году и в следующем году будут протезироваться наши инвалиды. В августе текущего года по 3D-технологии изготовили первый протез голени с гильзой, вставным чехлом и косметической облицовкой. На стадии завершения – разработка купального протеза бедра системой Аквалайн. Комплектующие материалы приобретаются в компаниях Исландии, Великобритании и России. Улучшенные протезы будут предоставляться гражданам бесплатно. Протезирование, оказание протезно-архиопедической помощи состоится по бюджетным программам, как я уже сказал, на бесплатной основе по направлению отдела управления, координации знаний, социальных программ областей. Передовые технологии в медицине не могут не радовать граждан. Однако это далеко не предел возможностей инженеров и врачей. Возможно, в скором будущем люди с ограниченными возможностями смогут использовать и бионические протезы, которые присоединяют механические протезы к нервной системе человека. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Отныне подать исковое заявление, жалобу или же обращение можно, не приходя в здание суда. А распределение дел между судьями происходит автоматически. Об этих и других нововведениях рассказали сотрудники специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области. Судебная система Казахстана подвергается многочисленным реформам. Все они направлены на осуществление прозрачности и открытости правосудия. В связи с этим все судебные залы специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области оснащены новой системой аудио-видео фиксации. В числе других нововведений электронный сервис «Судебный кабинет», который позволяет гражданам обратиться в суд дистанционно. Особую значимость играя система турелек. Она упрощает судопроизводство и ведет контроль на соблюдение процессуальных сроков. База турелек – это единая система, которая распространяется по всем судам Республики Казахстана. База турелека, через базу турелека распределяются уголовные дела. Сама система, вот эта система, она не только распределяет, но и контролирует нагрузку на судей. То есть, если раньше сам председатель распределял дела по судям, то сейчас сама система распределяет. Следует отметить, что в ближайшем будущем в судебных структурах бумажной волокиты станет меньше. Также планируется расширение области применения суда присяжных. Неравнодушные граждане получат возможность участвовать в судебных процессах наряду с последователями Фемиды. Тожан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Профессиональный ринг для будущих чемпионов. Казахстанская федерация бокса подарила спорткомплексу имени Головкина Олимпийский ринг. Свыше 200 юниоров получили спортивную форму, боксерские груши, штанги и многое другое. Для юных спортсменов созданы все условия для успешного развития. А посещение физкультурно-оздоровительного комплекса имени Геннадия Оголовкина абсолютно бесплатное. Государственный тренер по боксу Булат Абдрахманов от имени Федерации передал Центру Олимпийский ринг, комплекты спортивной формы, боксерские перчатки, обувь, гантели, груши и штанги. Булат Абдрахманов уверен, вклад в развитие юных дарований – это залог блестящих побед в будущем. Надеюсь, в этом центре имени Геннадия Оголовкина, вот вы здесь встретите все юные, молодые боксеры, будущее нашего хазахстанского бокса. Надеюсь, как Серик Сапиев, как Гена Оголовкин, как Серик Елев, как Серик Нурказов будут такие, мы уверены, что здесь будут появиться будущие чемпионы мира, будущие чемпионы, олимпийские чемпионы. Сегодня президент Федерации Кулебаев Тимур Аскач желает вам всех успехов, тренерам удачи, подготовки юных талантов. Мы уверены, что Карагандинская школа бокса в этих стенах обретет второе дыхание и заявит себя еще на весь мир. Мероприятие посетил Аким Карагандин Урланов Бакиров. В своем выступлении он выразил надежду на то, что из стен данного спорткомплекса выйдут именитые боксеры, которые не раз поднимут казахстанский флаг на мировой арене. Сегодня я очень рад, что многие наши ребята из Магудока занимаются спортом, особенно боксом. Название этого комплекса вы все знаете, и Геннадия Геннадьевича Головкина. И я думаю, надеюсь, с учетом тех подарков, которые сегодня нам подарили, вы еще больше достигнете самых высоких спортивных решений и будете прославлять наш город, будете прославлять нашу область, нашу страну, на всех спортивных площадках. И я думаю, что кто-то из вас сегодня – это будущие чемпионы мира, олимпийских игр. Ребята, вам всем удачи! Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс имени Геннадия Головкина открылся в юне текущего года. Он расположен в Майкудуке, в районе, где вырос прославленный боксер. В новом трехэтажном здании расположен бассейн, зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал и зал бокса. На данный момент в спорткомплексе занимаются около трехсот юниоров. Хочу Геннадию Головкину пожелать спасибо за то, что он приехал ко мне и подписал мне в чатку. Дал мне желание заниматься с боксом. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее. Пятая победа подряд. Хоккейный клуб «Сарарка» продолжает свою беспроигрышную серию. 27 ноября на ледовой площадке «Караганда-арена» наша команда принимала хоккеистов клуба «Горняк» из российского города Учалы. Встреча завершилась со счетом 4-1 в пользу «Сарарки». Встреча с откровенно слабой командой не предвещала больших трудностей для карагандинской дружины. Однако это хоккей и все может произойти. Но не в этот раз. Счет был открыт на седьмой минуте. Отличился Станислав Ольшевский. 1-0. Через несколько секунд гости сравняли счет 1-1. Но буквально через минуту Артур Сарваров вновь выводит «Сарарку» вперед. 2-1. А за минуту до окончания первого периода третью шайбу ворота «Горняка» забросил Айрат Зиязов. 3-1. Во второй 20-ти минутке счет не изменился. В третьем отрезке игры Эдгар Синкс назабил еще одну шайбу у челинца. 4-1. Отметим, что пятый матч карагандинцы проводят с новым главным тренером. И пока ни одного проигрыша. Так что же изменилось? Ну, конечно же, новый тренер. Каждый хочет проявить себя, показать себя с лучшей стороны. Команды уходят, биться. Поэтому, я думаю, идут победы. Немножко в игре поменялись. Начали немножко аккуратнее играть в обороне. Однако, несмотря на победу, наставник «Сарарки» Дмитрий Крамаренко усмотрел много ошибок. Не все получилось. Много индивидуальных ошибок. Много было браков. Передачи, содержание. Много было браков. Но самое главное, что получилось сегодня. Самоотверженность была на высоком уровне. И в меньшинстве здорово сыграли. В первом периоде билась игра в меньшинстве. Много было игры. Но в то же время здорово отыграли в меньшинстве. На протяжении всей игры это было. И сегодня, наверное, козырем нашим. И самоотверженно очень. Использовали моменты в первом периоде. Неплохо получались. У нас атаки, контратаки неплохо получались. Их использовали в моменты. Ну и выиграли ребят с победой. Молодчики. Спасибо за самоотверженность в первую очередь. Домашняя серия игр продолжается. 29 ноября в Караганде. СРРК сыграет с хоккейным клубом «Южный Урал» из города Орск. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый и Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болмстар. Редактор субтитров А.Семкин